Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я практикующий косметолог и тренер компании Гильтек. Сегодня с вами мы выполним процедуру комплексной чистки лица с применением ультразвукового скрабера. Начинаем процедуру соочищения. Берем очищающий лосьон, это мицеллярный лосьон, который очень хорошо убирает даже стойкий макияж. Далее берем гидрофильное масло. Для первого этапа очищения, если на коже есть санскрины или декоративный макияж, это идеальное средство. Аккуратно распределяем по области лица, немного сэмульгируем при помощи воды и хорошо снимем все остатки санскринов и декоративной косметики. Следующий этап очищения. Берем гель очищающий, взбиваем его в легкую пену, распределяем по лицу. И убираем уже все остатки для того, чтобы полноценно провести комплексную чистку лица. Далее берем энзимную пектиновую маску для более глубокого очищения и разрыхления тугих пор. Наносим маску плотным слоем на все лицо, избегая области губ и области глаз. Берем маску и оставляем нашего клиента на 15 минут. Если кожа очень чувствительная, время аппликации можно сократить до 7 минут или по ощущениям. Снимаем маску и полностью удаляем ее с поверхности кожи. Далее мы берем лосьон для дезинкрустации и чистки лица. Хорошо увлажняем лицо и проводим процедуру ультразвукового пилинга. Следующий этап – нанесение порослуживающей маски Себа Баланс. Далее смываем маску. Берем двухфазный матирующий тоник и обрабатываем лицо. Следующий этап – это нанесение успокаивающей маски. Для приготовления этой маски нам с вами понадобится лосьон-концентрат Нео и гель для сухой нормальной кожи, который мы смешаем в специальной емкости. А также одноразовая тканевая маска. Первый слой мы наносим прямо на лицо. Аккуратно раскладываем тканевую маску и пропитываем ее смесью лосьона-концентрата Нео и геля для сухой нормальной кожи Нео. После пропитывания маски заворачиваем нашего клиента в кокон и оставляем на 15 минут. Конечно, лучше это сделать при помощи специального махрового полотенца. Через 15 минут аккуратно снимаем маску. Она практически полностью впитывается. Если есть остатки, их можно впитать легкими массажными движениями. После чего можно нанести финальный крем. Топапне очень хорошо подходит для завершения процедуры чистки. Если вы делали процедуру в солнечный день, то после нанесения сыворотки стопапне стоит нанести мультипротектор SPF 50+. Для того, чтобы избежать пигментации. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Субтитры подогнал «Симон»!